Юрий, мы сегодня хотим взять у вас интервью. Очень приятно с вами снова пообщаться. Уже два интервью мы с вами записывали, два раза общались. И нам это очень понравилось, очень здорово. Спасибо вам за это большое. И сегодня мы в рамках Международного общественного движения «АЛЛАТРА», в рамках проекта «Невидимый мир» проводим исследование такой темы, как сон и осознанное сновидение. Мы уже пообщались с рядом специалистов, сонологов, психологов. И сегодня хотим узнать ваше мнение по ряду вопросов. Первый вопрос, который мы хотели бы задать, касается шишковидной железы или эпифиза. Его считают каким-то таким мистическим органом в организме человека, в мозге, который связан с третьим глазом, с потусторонним миром. Что вы можете сказать по этому поводу? Прежде всего, давайте немножко определимся с терминологией. Мистика – это один из способов познания того, к чему все стремятся. У древних греков, у эллинов, у них существовало две традиции – исследование мира и поиска того, что они называли физис, суть всего, суть вещей. Так вот, первый путь был физика, а второй – мистика. Одни шли путем исследования плотного мира во всех его проявлениях, изучения всех видов взаимосвязей между явлениями в плотном мире. И, идя по принципу подобия, они пытались искать выход на самое главное, на то, что управляет видимым бытийным миром. А другая часть, идя по другой стезе, в другой школе, называли себя мистики. Они пытались найти те же самые ответы через великий космос, сокрытый внутри человека. Сегодня мы называем это оккультно-эзотерические практики и так далее, и так далее. Но, по сути, и те, и другие искали одно и то же. Искали незримую связь всего со всем. И я позволю себе здесь привести такую шутку, которую я слышал из уст человека, занимавшегося в 50-х, 60-х годах проблемами физики высоких энергий. Физика высоких энергий – это, на самом деле, тот раздел физики, в котором изучаются элементарные частицы. А высокие энергии потому, что для этого нужны всякие синхрофазотроны и другие энергозатратные структуры. Так вот, из уст этого человека я однажды услышал, когда на вершины знания поднимутся физики, они увидят, что там давно сидят мистики. И это сказал человек с серьезнейшим физическим образованием. И сказал он это именно потому, что к тому времени, когда он проявил себя уже на этом поприще, в этом мире было обнаружено огромное количество мистических явлений, то, что сознание этих людей отказывалось воспринимать. Потому что они открыли для себя мир парадоксов, в котором привычный нам мир и понятие о том, как все устроено, оно изменилось практически во всем. И во всем, что касалось пространства и времени, и свойств материи и всего остального. Они открыли абсолютно другой мир. А сегодня мы знаем, что они фактически открыли маленькую частицу того, о чем мы с вами начинаем говорить. То есть мир, в котором проявлены истинные движущие механизмы нашего бытия. Тот мир, который некоторые из более уже современных нам ученых называют мир торсионных явлений. Или самое последнее, что есть в науке из области объяснения того, как устроен мир. И в этом объяснении на сегодняшний день отсутствуют какие-либо противоречия, которые есть во всем других концепциях. Это мир электроплазменной вселенной, так называемый, где тоже есть торсионные явления и многое-многое другое. Так вот, когда мы говорим с вами о свойствах, относимых к мистике, это не нечто эфемерное, или это не мистификации, то есть спекуляции на том, чего в принципе быть не может. Это строгая физика. И более того, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, десятки лет назад не только глубоко изучено и в физике, и в других аспектах конкретного предметного знания, утилитарного знания, но и используется в том числе для навигации в большом космосе, для перемещения в рамках тайной космической программы в другие звездные системы и галактики. Это элементарная вещь в этой системе знаний и технологий. То, о чем мы с вами говорим. В том числе и пока еще не изученные, изученные, а не оглашенные свойства нашего психоэнергокосмоса, о котором очень многое было известно уже к концу XIX века. Фактически уже существовала мощнейшая стройная система знаний, в которых использовались отчасти термины из древних культур, включая там восточные, индусские, все остальные, но уже в значительной части все эти термины, они интерпретировались в понятных нашему человеку, человеку нашей эпохи терминах, терминах современной физики. И в этом смысле я сразу могу отослать всех интересующихся к прекрасной книге, написанной как раз в этом ключе, где смыкается великое знание Востока и интерпретация этого знания в рамках западной естественно-научной парадигмы и ее терминологии. Это эзотерика для начинающих, Уильям Дауэр. Эта книга имеет непреходящее значение до сих пор, несмотря на то, что она написана в конце XIX, в начале XX века. Там данные на период до 1900 года. Несмотря на то, что, казалось бы, современная наука ушла далеко вперед, то, что в этой книге написано о человеческом психо-энергокосмосе и о его духовных ипостасях, и о том, что мы называем уже совсем божественные какие-то явления в человеческом микрокосмосе, там это все прекрасно изложено, системно, очень четко, очень хорошим, ясным языком с переложением на тот уровень знания, который существовал тогда. И тот уровень знания, и та терминология, и те понятия, и варианты объяснения абсолютно не противоречат современной картине мира, изложенной в самых современных физических концепциях. Вот такое вступление, если угодно. Дальше, что касается особых свойств шишковидной железы, корпус пенеалис, пайнел гуэнд по-английски и так далее, или эпифис. У этого органа человеческого тела действительно есть особые свойства, с которыми сталкивались очень многие самые обычные психофизиологи, люди, изучавшие, изучающие структуры человеческого мозга на самом тонком уровне, вплоть до клеточного уровня, до какого-то еще более тонкого. Там, конечно, действительно найдены очень интересные специфические качества даже самой материи, из которой этот орган сделан. И здесь каждый элемент чрезвычайно важен. И не надо забывать о том, что кроме специфической жидкости, которой наполнен этот орган, и чрезвычайно интересных кристалликов, которые там есть, которые выполняют определенную функцию, там есть и еще нечто не менее важное. Надо рассматривать орган целиком, не упуская в том числе и его внешнюю оболочку. Ею почему-то мало кто интересуется. Согласны? Да. А это чрезвычайно важно. Я вам, как человек, имеющий системное радиофизическое образование, могу сказать, что в самой даже оболочке этого органа колоссальная информация, чрезвычайно важные параметры, которые при грамотном подходе к этому органу, например, с точки зрения современной, строгой, научной радиофизики, сразу будет говорить, в каком направлении дальше искать и что открывать. И как можно понимать этот орган на уровне радиофизики, изучать диапазон частот этого органа. И даже используя такой, казалось бы, простой и приземленный вариант исследования, мы уже получим огромное количество данных, с помощью которого мы можем моделировать этот орган. Мы можем делать приборы, подобные этому органу. Более того, то, что я вам рассказываю, это часть моей докторской диссертации на тему эонологические аспекты холистической медицины, в которой я на основании строгой науки, физики, математики занимался описанием всего, о чем я сейчас говорю. То есть строгая, пока еще не отмененная, точная наука, которая была применена для описания свойств каждого элемента человеческого организма на уровне всех видов его проявлений, от радиофизических до плазменных и многих других компонентов. Так вот, конечно, этот орган представляет из себя еще и орган специфического духовного качества. Об этом многие говорят, когда используют этот образ и этот предмет для описания некоторых способностей человека вот в той самой мистике или в той самой области непознанного или не до конца познанного нашей официальной нобелевской науки. Еще раз подчеркну. там есть очень много крайне важных аспектов, которые категорически нельзя рассматривать в отдельности от других компонентов такого же уровня, такой же важности и специфичности, которые находятся в мозге человека. Я имею в виду и гипофиз, я имею в виду и таламус, я имею в виду и желудочки, которые находятся в мозге человека, я имею в виду моржечок, я имею в виду продолговатый мозг. Нельзя, на мой взгляд, рассматривать эпифиз в отрыве от комплексной работы всех этих структур и тех, которые я еще не назвал. Это неверно чисто методологически, потому что приводит к замыканию интереса только на этом органе и к удалению за спектр исследования всего не менее важного. Эпифиз не может работать сам по себе, он работает всегда, неважно на каком уровне, всегда в полной взаимосвязи и с органами мозга, и со всем остальным человеческим организмом. И вместе это великий психокосмос. Так я ставлю всегда научную задачу. И только при таком подходе, при системном подходе, целостном, при полном понимании физики всего, о чем говорится, если необходимо, только при этом уровне мы будем говорить серьезно, как есть и как надлежит говорить об этом. Как это можно делать? Это в книге «Эзотерика для начинающих», я уже сказал. Как этому надо учиться, скажем так. Далее могу сразу назвать и другой источник, не менее интересный, хотя, может быть, не в такой школе и не с таким исключительно точным соответствием в терминологии, как в книге «Эзотерика для начинающихся». Это книга величайшего просветителя 20 века, настоящего Розенкрейцера, я бы так сказал. Это «Светлый человек», Мэнли Пауэлл Холл. И его книга «Оккультная анатомия». Вот эти две книги, которые я сегодня назвал, они могут ввести человека в совершенно ясный, четкий круг понятий, на основе которых можно строить свою собственную систему понимания человеческого психоэнергокосмоса. И тогда многое станет понятным, потому что в этих двух источниках нет отделенности от физики явлений, метафизики явлений, то есть наблюдения физики с более тонких планов, с учетом более тонкой материальности, и нет отрыва от великих духовных понятий, отображенных в самых важных образах, пришедших к нам из великих книг, прежде всего из Библии, которые надо правильно понимать. Нельзя, конечно, Библию воспринимать как текст, простите, написанный пальцем Бога. Исключено. Нельзя понимать этот текст буквально. Тогда мы просто становимся маленькими детьми, слушающими сказки. Надо иметь понимание того, каким образом открывается содержание Библии, определенных ее разделов, не всех определенных, и какими ключами открывается каждый из слоев, которые содержит Библия как величайшая книга, повествующая о законах мироздания, в том числе о циклах управляющих мирозданием и о том, какие великие силы за всем этим стоят. Я здесь позволю себе сделать паузу и поинтересоваться у вас, насколько я смог ответить на ваш вопрос в смысле введения в тему. Да, спасибо большое. Достаточно полноценно. Спасибо большое. Мы хотели бы задать еще один вопрос, потому что, работая над этим проектом, мы столкнулись с работами Николая Ивановича Кобозева, который еще 50-60 лет назад предположил, что сознание, собственно говоря, нет в мозге, то есть нет тех структур в мозге человека, которые формировали мысли. Он предположил, что есть некие частицы, которые он назвал чихоны, которые и являются теми частицами, которые, попадая через мозг, вызывают у нас те же самые мысли и эмоции. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что работы Кобозева очень интересны именно тем, что этот человек, имевший совершенно конкретно ясное образование в рамках естественной научной парадигмы, которая пока еще существует, попытался изучить то, что и в его время и, к сожалению, до сих пор является табу. Есть определенные направления в изучении мозга человека табуированные, как это ни странно. С этим столкнулась, между прочим, Наталья Бехтерева, царство небесное, которая руководила институтом мозга и которая постоянно упиралась вот в эти странные запреты, через которые она вынуждена была проламываться. Акобезеф раньше всем этим занимался. Так вот, да, конечно, интуитивно он вышел на очень верные направления в познании специфики работы человеческого мозга, в исследовании структуры мозга, исследовании свойств клеток мозга в смысле возможности хранения информации, передачи информации. Он был одним из первых, действительно, кто понял, что то количество информации, с которой человек встречается в жизни, абсолютно невозможно сохранить в нейронах мозга. Он был одним из первых. Но я сразу могу сказать, что беда всех людей советского времени и раннего, после советского периода была в том, что они не имели доступа к оккультно-зотерической литературе, потому что все это там давно уже было описано в своих терминах. Но описано, а вот книга, о которой я сказал, Уильям Дауэр и вторая книга о культной анатомии Мэрли Холла, там содержится огромное количество таких подсказок в этом направлении, где объясняется на каком-то первоначальном уровне истинный смысл работы мозга как синтетического органа. Это первое. Далее. Я, к сожалению, не был с ним близко знаком, но я был знаком с Александром Фоминым, Царство Небесное. Был прекрасный физик, который занимался очень многими проблемами в области так называемой физической мистики. И мы дружили очень здорово с 90-го года, когда мы с ним познакомились. Его можно увидеть в одном из видеороликов на моем канале Астралионика в Ютубе. Там есть сюжет с ним в программе Бумеранг. И он говорит об очень интересных вещах. И в том числе об этом. Именно об этом. О том, что физическое содержание клеток мозга человека не позволяет хранить там этот невероятный объем информации. Он хранится где-то в другом месте, где это объясняется с помощью уже квантовой физики. Любой специалист в области квантовой физики, квантовой оптики, понимающий физическую сущность объемной голограммы, он сразу поймет, о чем идет речь. Далее это все связано еще с очень большой темой под названием душа. Отдельная большая тема, в которой огромное количество разных точек зрения и толком эти точки зрения еще не сведены в единое поле знания. Вот сколько существует школ познания того, что такое душа, столько представлений того, а что это такое. Я считаю, что это нормально, что надо прийти, как говорят компьютерщики, к общему протоколу и сходить из самого этого слова. Слово. Откуда взялось слово, в котором есть два слога до и ша. Вот как я предлагаю это исследовать. Если будет интересно, я на эту тему готов поговорить, потому что за этими двумя слогами точная физика понятий, пришедшая из прошлых цивилизаций в таких мега содержащих звукобуклинных обозначений, символах. а мы с вами в символах говорили. Так вот, завершая высказывание по поводу работ Кобазева, я могу сказать, что эта работа является только частью работ, которые в сумме могут дать величайший прорыв в исследовании всех возможностей человеческого мозга. И опять-таки, это будет достижение на уровне 50-х, начала 60-х годов в самом лучшем случае, если мы говорим о тайной космической программе. Там это все изучено настолько, что наша наука официальная, закомплексованная, она себя представить не может, насколько это все изучено и насколько уже работают системы развитые, в которых сращено сознание человека, его нейросистемы, его живого мозга и мозга космического корабля, представляющего из себя продолжение мозга человека, нейроны которого послужили фундаментом выращивания мозга космического корабля. Вы что-нибудь слышали? таких технологиях? Нет, сейчас не слышали. А что за космические Вы о них можете услышать в рассказе Пенни Брэдли, это ветеран космической программы. Я говорю об этом именно для того, чтобы вы поняли, что то, о чем я говорю на эту тему, это пройденные этапы десятки лет назад. Я к этому пришел своим путем. Когда я начал слушать это из уст человека, который через все это прошел, и все это подтверждается другими участниками космической программы, такими великими авторитетами в этой области, как Уильям Томкинс, это генеральный конструктор ракет, которые участвовали в программе Аполлон. Это не шизик, это не какой-нибудь странный фрик. Это человек, до конца жизни сохранявший блестящий разум. Это человек, построивший фирму, которая следовала тайны человеческого мозга на таком же уровне. Он подтверждил собственно говоря, то, что говорила и Пенни Брэдли, и многие другие участники тайны космической программы. Поэтому то, о чем мы с вами говорим, это в некотором смысле, если угодно, запоздалая попытка разобраться в том, что давно уже существует в отработанных технологиях, а не в виде отвлеченного знания какой-то теории. Так вот, завершая то, что я могу сказать по теме Кобозева, он не до конца отработал представление, о физике, как происходит формирование человеческой мысли, и тем более, как происходит излучение человеческой мысли, а это вещь физическая, материальная, в окружающее нас пространство. И это при том, что уже в 70-х, 80-х годах были отработаны технологии фиксирования, излучения человеческой мысли с помощью самых разных технических средств, в том числе микролептонная фотооптика и ряд других технологий. Это рутинные вещи. Не говоря уже о том, уважаемые слушатели, что техника фотографирования человеческой мысли была изобретена в конце 19-го века, а не в 20-м даже. Вот как нас всех сдерживали все это время. Понимаете? Так что нам предстоит еще очень много узнать. В одном из интервью я упоминал работы Гурвича, если вы помните. Это человек, который обнаружил радио в человеческой клетке. Но ведь и эпифис тоже из клеток состоит. Значит, там тоже есть своеобразные радиоприемные радиопередающие устройства. Значит, во всем этом надо разбираться на таком уровне, правильно? А потом, изучив этот уровень, надо научиться понимать объемные процессы в области излучения электромагнитных волн, у которых несколько диапазонов, в которых проявляют себя клетки человека, включая оптический диапазон и другие. вот к чему я призываю, чтобы не получился разговор красивый, непонятно о чем, но до галочки. Мне это неинтересно. Мне интересно говорить именно так и именно четко и ясно, затрагивая самые фундаментальные вопросы человеческой психоэнергофизики применительно к тем явлениям, которые вы затрагиваете и включая процесс генерирования мысли и прослеживания всего, что с этим связано от начала и до конца. Вот вы упомянули мозговой песок, который образуется в том же самом фундаменте. я назвал бы это не песок, а кристаллы. Кристаллы, да. Его еще называют и песок в некоторых направлениях, скажем так. И вот в Древнем Китае и Тибете была практика такая, что высших духовных лиц, когда они умирали, их тела сжигали. И после этого в пепле находили вот некий камешек, который получался путем сплавления вот этого песка или кристаллов и по его размеру судили о степени духовности умершего учителя, скажем так. Как вы думаете, это имеет какое-то отношение к духовности? Что вы можете сказать по этому поводу? На мой взгляд, это имеет крайне малое отношение к той духовности, к которой всем нам надо стремиться, целью которой является абсолютное и полное слияние с первоисточником. Так бы я сказал. Почему? Дело в том, что в Тибете, давайте говорить, как есть, там есть очень много разных школ, маскирующихся и подтибетско-бундистские школы, подтибетско-ломаистские школы, там есть и практики черномагические, не буду называть их вслух, как говорят, не поминая лихо, и там в каждой из этих систем существуют свои представления и о духовности, и о продвижении, о владении определенными практиками и так далее, и так далее, и так далее. И встречаются удивительные компоты из самых разных школ. Мне со всем этим пришлось разбираться. Я бы сказал, к сожалению, мне это было неинтересно, но это произошло тогда, когда ко мне стали обращаться люди, вдоволь нагулявшиеся по, простите за выражение, в кавычках, святым местам Тибета и вернувшиеся оттуда в полном разваленном состоянии. А потом пришлось соображать, а что с ним там сделали вот эти все замечательные ламы и многие другие. Сплошь и рядом там это происходит. А то, что люди приезжают оттуда со свинченным сознанием и в каком-то таком кисельном состоянии ощущений окружающего мира, это тоже слишком часто бывает. Многие потом впадают в какое-то очень странно благостное состояние, которое фактически превращает их жизнь в самозамкнутую систему. А это остановка на пути духовного развития. Так вот, если говорить уже предметно обо всех этих песочках, кристалликах и всем остальном, существуют определенные практики концентрации энергии в разных частях тела, в том числе концентрации энергии на эпифизе. После этого происходят определенные уже чисто энергофизиологические процессы, морфологические какие-то изменения, которые фактически просто являются продолжением этой психофизической практики. Здесь никакой духовностью не пахнет. Это просто умение управлять энергиями. Для того, чтобы это уметь, совершенно необязательно следовать какому-нибудь духовному направлению. Масса есть вариантов, как это делать вообще без царя в голове, что называется. И особенно, если у человека уже есть какие-то задатки в этой области. Я знаю огромное количество таких случаев без всякого Тибета, Гималаев и прочего. В Европе, в той же Украине есть люди, которые шли таким путем, чего-то там добивались. Но слишком часто в таких упражнениях все заканчивалось катастрофой. И не только для занимающегося, но и для тех, кто его окружает. Это отдельная больная тема. Поэтому, еще раз, с моей точки зрения, которую я могу доказать, такого рода после сжигания вот этих явлений, они не имеют под собой обязательной духовной компоненты, так как мы ее понимаем. Это может быть просто следствие того, что человек всю жизнь занимался какой-то психофизической практикой в рамках какой-то школы. Но там вообще много всего. Если вы читали книги Лобсам Рампа, ему вроде как там вообще дырку в волгу долбили. Это тоже такой занимательный экзерсис. И другое дело, что у меня свое отношение к этим книгам и к этому персонажу. Там очень многое надо просеивать. Иначе примерно так будет, как с новыми говорунами, готовыми складывать литры с метрами и говорить всякую несусветицу. Поэтому многое в книгах Лобсам Рампа является действительно точным знанием, но многое является различной клюхой. Это просто надо понимать. И уметь читать книги, просеивая истину через мелкое сито. Юрий, скажите, пожалуйста, современные ученые Паничева и Гулькова, они выдвигают такую гипотезу, что мозговой песок, мозговые кристаллы в эпифизе, что это является управляющим центром и они являются носителем информационной голограммы в организме человека. Вот может вы что-то знаете по поводу что это за голограммы и что за информация может храниться там. Исходя из суммы всех знаний, с которыми мне посчастливилось встретиться, я готов оппонировать этим двум замечательным людям в рамках строгой физики, включая все, что я сказал уже до сих пор о тех разделах физики, которые я упомянул, и во-вторых квантовая физика. Если знать действительно как устроен мозг целостно, системно и знать все уровни работы отдельных составляющих этих мистических органов, начиная с гипофиза и всего остального, то если все это изучить, эти люди сами поймут в чем они ошибаются. Я бы не хотел превращать наш разговор в лекцию по квантовой объемной голографии. Это особый раздел. Голограмма, собственно говоря, это есть объемное изображение, получаемое с помощью предмета достаточно плоского, но речь идет о совсем другом варианте, это выход на другие измерения. Для того, чтобы понять, каким образом все это формируется, надо представлять себе, я еще раз почерплю, всю физику, всего, о чем идет речь, и тогда все встанет на свои места, и более там, будет даже понятно, как каким образом генерируется человеческая мысль, и почему она отрывается от некоторых тонких структур человеческого мозга, кстати, будет ясно, от какой структуры она уходит в пространство, потому что у всего этого есть подобие в виде технологий в нашем мире, это легко понять, идя путем аналогии. Те, кто бывали на дискотеках в 70-е, 80-е годы, и тогда это очень модно было, когда на потолке укреплялся шар, на котором клеились кусочки зеркала, от которых зайчики всякие там прыгали в стороны. Помните, такое время было? Да. Это намек. Спасибо. У нас есть еще вопрос касательно мелатонина. Сейчас это такая больная, скажем так, тема. Она везде пелится, везде предлагают употреблять этот мелатонин для того, чтобы люди хорошо спали и так далее, и так далее. То есть направо и налево. используют препараты с содержанием мелатонина в разных пропорциях, в разных дозах. Как вы считаете мелатонин как он влияет на эпифис? Собственно, как любой допинг. Как любой допинг. Он фактически приводит к тому, эпифис перестает работать в правильном режиме, включая и режим выработки этого самого мелатонина, в котором участвует весь организм. Эпифис только участвует в процессе регуляции этого явления в человеческом организме. Но ничего хорошего в этом нет. Я не могу сказать, что это все категорически плохо. Уж лучше принимать мелатонин хорошего качества. Это отдельный разговор. И принимать грамотно, правильно. Как это делать? Я рассказал в одном из своих обращений к друзьям канала Астралионика, в котором я объяснил эту технологию, основанную на принципе этажей реактивности. То есть это открытие, которое было сделано в конце 70-х годов. который позволяет получать один и тот же эффект и даже его усиливать путем не увеличения дозы, а уменьшения первоначальной дозы. Таким путем тоже можно идти. Но лучше, конечно, иметь прежде всего мелатонин хорошего качества. Как его искать, сегодня на эту тему я говорить не буду. Это отдельная тема, она непростая, и в этом тоже надо разбираться. потому что мелатонин низкого качества еще, кроме всего прочего, и приводит к интоксикации организма, к интоксикации прежде всего определенных структур головного мозга. На это он отвечает особыми реакциями от безобидной головной боли до каких-то уже более серьезных расстройств. и это печально. Но как вы думаете, в каких случаях можно употреблять мелатонин даже хорошего качества? Например, тогда, когда человек вынужден работать со сбоем суточного ритма. вынужден. Вот сегодня у него дневная, завтра утренняя, а потом ночная смена. Сплошь рядом такие варианты есть. И тут никуда не денешься, что-то надо делать. И в этом смысле я скорее за мелатонин, чем за снотворное. А людям снотворное выписывают, пожалуйста. Это снотворное это тоже не катастрофа. Там тоже можно умеренно это все использовать и правильно это применять на грамотных дозах, чтобы не становиться в конце концов зависимым уже от этого. Но вот это один из вариантов. Далее. Мелатонин абсолютно показан некоторым пилотом, летающим на дальние расстояния. Тут никуда не денешься. Снотворное абсолютно отпадает. Но если люди летят и у них нет возможности выспаться в полете, и что с этим прикажете делать, а ему лететь опять нужно, а нагрузка на пилотов колоссальная. Поэтому в таком случае разумное применение мелатонина помогает спасти мозг. Хорошо. Спасибо большое. Девочки, извините, я кого-то перебила. Ну, в принципе, Юрий ответил, у меня там был вопрос. А вот я еще хотела вернуться к вопросу про мозговые кристаллы. Просто некоторые люди, ну, не то, что люди, а ученые являются, что мозговой песок, вот эти мозговые кристаллы являются центром психической, ну, накоплением психической энергии человека. Вот можете что-то по этому поводу рассказать. Я слышал очень много такого рода спекуляций. Спекуляция в научном языке это допущение, да, это не плохое слово. Но иногда бывали парадоксальные дела. Человек говорит о психических всех этих накоплениях, энергиях и не знает физики того, о чем он говорит. Поэтому я их спрашиваю, объясните мне физику того, что вы понимаете под словом психическая энергия. ступор, вот такие глаза с вашей рядом. А я привык говорить на одном языке. Если мы говорим о физике, если мы употребляем такую спекуляцию насчет этих кристалликов, пожалуйста, расскажите мне о атомарной структуре кристалликов такого рода, если вы их изучали. А вы их не изучали, займитесь, пожалуйста, исследуйте. А вот когда исследуете, нам будет о чем поговорить. Потому что мне-то эта тема известна, я знаю, какие агрегатные состояния там атомарные, как это выглядит в объеме эти структуры. И это сразу нас приближает к теме правильные многогранники и стоящие за ними космические силы. Это сразу другой разговор. Мы сразу выходим на резонансные частоты, а так вообще какие-то там психические энергии, какое-то там накопление, это меня не интересует. Это первое. Второе. Не надо забывать о том, что вот той специфической жидкокристаллической среде, наполняющей эпифис, есть, простите, еще и кальцинаты, которые совсем не способствуют каким-то высшим проявлением работы эпифиза. Они наоборот угнетают эту высшую деятельность. И особенно, если это втористые кальцинаты, которые сплошь и рядом есть сегодня в человечестве. И более того, сделано все, чтобы человек с годами не получал стимулируемый этот великий космический орган, а чтобы он угнетался, 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 и чтобы в конце концов человек стал просто безмозглой, бездуховной скотиной. Это производится сознательно. Внедрение штора, избыточное кальцинирование воды, которую мы пьем, это большая проблема. Но все это тоже там есть, правильно? И тоже надо знать, что это там есть. И оно мешает. есть способы помощи организма в выведении всех этих фтористых кальцинатов и отдельных других веществ, угнетающих работу эпифиза. Но это отдельная тема. Это скорее тема гомеопатии. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем немножечко к теме сна. Всем известно, что в фазе медленного сна человек отдыхает. Его и физическое тело отдыхает, и психо-моциональные структуры тоже отдыхают. Скажите, пожалуйста, а что происходит в человеке в фазу медленного сна? То есть именно с энергетической его структурой? Вам про каждую из отдельных или про все вместе? Нам интересно, знаете, вот что нам интересно? мы рассматривали сон и рассматривали тему осознанного сновидения, то столкнулись с тем, что люди говорят, те, кто практикует эти осознанного сновидения, они стараются проснуться в фазу быстрого сна. И тоже, когда эту тему изучали, то мы поняли, что фаза медленного сна, тогда человек происходит глубокий сон, и человек в это время отдыхает. И вот нам было бы интересно, чтобы вы как-то раскрыли вот этот механизм, что происходит в глубоком с ней медленную фазу, и что именно происходит в фазе быстрого сна. И почему, раз уже затронули осознанное сновидение, почему все-таки люди в эту фазу стараются практиковать, почему именно в эту фазу? вопрос задан, да? Да. Значит, сразу отвечаю на вторую часть. Почему они стараются проснуться в фазу быстрого сна? Это вопрос не ко мне. Это вопрос к ним. Это вопрос к руководителям тех школ или направлений в этой области, которые формируют такого рода задачи. Это не ко мне вопрос. Я надеюсь, вы меня понимаете, почему я так отвечаю. Дальше. Я проходил такого рода практики и я ставил перед собой самые разные задачи. И я для себя получил ответы на вопросы такого рода. Но это вопросы, которые я сам себе задавал, и я получил ответы для себя. Далее. Все, что касается этой темы, безусловно, напрямую касается темы взаимодействия того или иного рода человеческой психоэнергофизиологии с тем, что мы называем астральный мир. И все это необходимо понимать на предельно конкретном уровне физики, как это работает. Потому что если нет понимания физичности этих явлений, то все, о чем я сейчас смог бы сказать, это будет просто висеть в воздухе. Понимаете? И я еще раз призываю вас изучить те две книги, о которых я говорил. Там не изложено все это досконально и на том уровне, на котором это сегодня надо знать, но там дано колоссально многое именно о том, как каким образом человек взаимодействует с тонкими планами через особые свойства мозга и мозговых структур. Далее, для того, чтобы грамотно об этом говорить, надо понимать, что и время короткого сна или быстрого сна, и время медленного сна, это разные фазы подстройки психо-биоэнергетики человека, находящегося в релаксационном состоянии, к взаимодействию с разными уровнями плотности нашего физического бытия, в котором много уровней плотности, как минимум пять совершенно отчетливых, и каждому этому уровню плотности соответствует своя физика, свои принципы физические, которые не противоречат друг другу, а дополняют их до единой картины, поэтому уровень медленного сна я ограничусь краткой констатацией пока, это уровень взаимодействия с эфирным планом разной плотности и с эфирно-витальным планом, а витальным, к сожалению, мало кто вообще и знает и говорит и понимает его физику, а что это такое? А вот фаза быстрого сна, это уже работа с очень-очень высоким под уровнем витального плана и с вхождением в те или иные сферы астрального плана. Понимаете, какая тут получается интересная штука? и как тут много всего надо знать, чтобы понять возможное объяснение очень многих феноменов в этой области, которыми классическая наука не занимается, для нее все это фикция, несуществующая, а метафизики очень часто размахивают руками, используют всякого рода псевдонаучную, якобы восточную терминологию или какой-нибудь странный новоязв, в котором присутствует сленг, а за ним никакого понимания физики. Я с этим сталкиваюсь регулярно, понимаете? И поэтому я сегодня этим ограничусь. Будет желание углубиться именно в физику. Я не говорю даже о метафизике, упаси Боже, до этого еще ой-ой, как далеко, физику. Это надо знать. Как, каким образом включается организм в то или иное состояние, какие основные ритмы в мозгу при этом работают более активно. Альфа, бета, тета, дельта, гамма. Какой? Понимаете? А там еще другие более тонкие, гармонические составляющие. как это все включает в себя работу и основных чакр, и дополнительных чакр. А это кто-нибудь будет в конце концов понимать? Потому что без объяснения того, как это работает, мы вообще напрочь не поймем, как работает верхняя часть человека, которая действительно уже работает на всю катушку в фазах быстрого сна или медленного. Вы понимаете, о чем я говорю? Это системный подход, в котором не может быть каких-то второстепенных явлений. Все важно. И важно точное знание человеческой психоэнергофизиологии, включая работу чакр на уровне физики, а не на размахивание рук и рисование красивых лотосов, работа энергетических каналов, хотя бы на уровне классических китайских, хотя бы и взаимосвязи опять же хотя бы на уровне примитивной сахаджи-йоги. Там все это есть. А еще лучше с привлечением элементов китайской йоги, в которой уже не семь чакр, а одиннадцать, с привлечением йоги розенкрейцеров, в которой не одиннадцать чакр, а двенадцать. Еще более интересные йоги, пришедшие тоже через эллинско-египетскую линию, а там сорок девять чакр. И все это надо знать в комплексе, когда мы говорим о работе человеческого психоэнергокосмоса при вхождении в разные фазы сна. Вот так. Это очень действительно большая серьезная тема. Если вы не против, мы можем поговорить на эту тему, на тему души в следующих эфирах, в следующих интервью. А сейчас у нас еще есть несколько вопросов касательно осознанных сновидений. Интересна ваша точка зрения вообще на эту практику, потому что сейчас она опять же очень популярна среди множества людей очень рекламируема. То есть есть много опять же школ, каких-то направлений, учителей и так далее. Какие цели они преследуют это опять же их дело. Во-первых, интересно узнать вообще ваше отношение к правосознанных сновидений. В целом негативно. Потому что мне слишком часто приходится встречаться с печальными последствиями такого рода с позволения сказать психопрактик. Сплошь и рядом безответственность, желание заработать на незнании, неведении неофитов, которым не объясняются самые главные элементы техники безопасности, многого другого, которые включают в себя режим питания, выход на определенный ритм жизни перед этим мероприятием и многое-многое-многое другое. Я уже вообще не говорю про серьезнейшее отношение к теме целебата в этом смысле. Это все чрезвычайно важно. Все. Любой компонент здесь важен. Нарушение любого из этих моментов может дать катастрофический эффект. И это очень часто бывает. Поэтому в целом я негативно отношусь к этому варианту психопрактик. Если говорить применительно к специальным специфическим целям, которые ставят перед собой уже очень серьезные организации, то там все делается как надо. Там это делается профессионально. Я за профессиональный подход, но я конечно против использования такого рода психопрактик в целях негуманных, немирных. А в каких celtier возможно по вашему мнению использовать эти практики? Целей может быть очень много, включая разведывательные. Есть техники астрального карате с нанесением серьезнейших повреждений заданной цели. Это таргетирование и много другое. Есть коллективная работа в этом направлении. Она ведется определенными такого рода специальными структурами, работающими под темными крышами. Достаточно? Тема тоже достаточно интересная. Интересно такой уточняющий вопрос. Вы затронули тему карате в осознанных сновидениях. Я с этим сталкивалась, слышала о таких практиках. скажем так, если в осознанном сновидении человек применяет определенные техники боя или, скажем, убивает партнера, это происходит в реальности в этой жизни или какое-то влияние на человека бодрствование оставляет? То есть возможно ли убить человека в осознанном сновидении? Все зависит от поставленной задачи и от профессионализма исполнителя. Точка. Юрий, а скажите, пожалуйста, а вот осознанное сновидение, вот эта практика осознанных снов, чем отличается от обычного сна? То есть что в вашем понимании, что такое осознанное сновидение, ну, чтобы как-то нам понять, разобраться? Это прежде всего особая практика концентрации энергетических возможностей человеческого психоэнергокосмоса до момента вхождения в сон. Это первое. И второе, это определенные навыки, которыми овладевают в рамках той или иной школы. И в зависимости от своеобразия той или иной школы, это выход на более или менее высокие уровни так называемого астрала. Фактически речь идет именно об этом. Техники разные, но цели чаще всего связаны именно с тем, на какой уровень тонкого плана или астрала предстоит выход для выполнения той или иной задачи. Задачи могут быть самые разные, информационного до военно-прикладного. Скажите, пожалуйста, ну это вот вы говорите там военно-прикладного, ну то есть это более такая специфическая. Вот ну просто вот к чему вопрос. Мы, ну вот нам люди присылали свой опыт, но у нас обычные люди присылают там свой опыт, понятно, они практикуют, и после вот этих осознанных снова и вот этих практик, они вот нам рассказывали, что плохо себя чувствуют, и непонятно они там практиковали, они говорят якобы они там чем-то управляют, могут управлять этим словом, но возникает вопрос вообще, чем они там управляют. То есть они разбиты вплоть до того, что общались с людьми, которые достаточно долго практиковали, и они для себя сделали выводы, что очень много даже ну можно сказать суицид, не можно сказать, а собственно говоря, это и есть суицидальных потом у людей попыток, просто это как бы зафиксировать нельзя, статистики никакой нет, но на самом деле это не так-то хорошо заканчивается. Очень многие рассказывают, что они летают во снах, а после того, как просыпаются, как бы, ну как стирается грань между реальной жизнью и вот этими особыми сновидениями, и они пытаются полететь, там приходят, если да вот в окошко выпрыгнет и полетишь, потому что это сон же, ну и так далее и тому подобное. То есть очень много подобных каких-то появлений. Ну, во-первых, я уже сказал достаточно ясно, что все, с чем я сталкивался в своей практике помощи людям, пострадавшим от такого рода мероприятий, это следствие грубейшего нарушения техники безопасности или их игнорирования. Что под этим подразумевается? Отсутствие точного знания физики процесса, понимания этого, это уже и есть закладывание бомбы в это направление, понимаете? Это уже крайне неприятно, это первое. Далее, что здесь может быть еще? То, о чем я пока не сказал, но знают очень многие, это низкоастральные сущности, которые всегда существуют в нашем мире, и которые только и ждут, чтобы кто-нибудь заявился в их плотность, и тогда могут начаться самые разные варианты их воздействия на психофизику такой сущности развоплощенной в данном случае. Это же развоплощение в общем-то идет, да? Я вообще, честно говоря, не хочу касаться этой темы, она слишком печальная, но это один из вариантов негативных последствий, потому что эти сущности могут действовать невидимо для того, кто выходит в их план. они могут установить на тонкое тело человека, на его энергофизику своего рода специфические присоски или еще что-нибудь, и пока он там ошарашенный что-нибудь воспринимает, откачать от него определенное количество энергии, то есть вампиризм сплошь и рядом. Это одно из рутинных следствий такого рода явлений, и это еще не самое печальное. На моем канале Астраленика на Ютьюбе есть два видеосюжета некоего Александра вот как раз точно на эту тему, то есть он, обладая определенными способностями, неважно почему, по какой причине, он вдруг решил, что он великий астральный воин, будет там располагаться с нечистью, и он там объясняет, как он все это делает, и это все реально, да, я могу сказать, так оно и происходит, я могу подтвердить практически все, о чем он говорит в этих видеороликах, как он там с ними работает, и чем все кончилось, печально, сейчас мы вынуждены оказывать ему срочную помощь, потому что у него все начало разваливаться, все, буквально, от мозговой деятельности до работы других органов, вот чем чревата такая самодеятельность, то есть психика нарушается, нарушается все, потому что психика, которую мы используем как термин, и у абсолютного большинства людей из официальной науки, которые используют этот термин, ни малейшего представления, что за физика в этом слове, что там, как связано, а я могу объяснить, и почему такие последствия потом бывают, куда бьют те, которых ты решил, что ты уже победил, и это все надо знать, это особое знание, и этим тоже занимаются, кстати, в рамках тайной космической программы, там такие технологии, мама не горюй, и там такие сражения происходят, что все эти звездные войны и сериалы отдыхают просто, вот что бывает, и человек, который выходит в астрал, который считает, что он там начинает что-то действовать в рамках фазы того или иного сна, он может попасть как кур в ащип в эту самую битву, его там могут уничтожить на энергетическом уровне, и возвращаться в тело будет ничему просто, и мы получим труп, и такого рода явлений огромное количество, лег, заснул, и не проснулся, встречали такие ситуации? Ни малейшего следа поражения, все здорово, сердце просто остановилось, да, никаких даже предрасположенностей к заболеванию, бац, и все окей, а потом приходится иногда, когда обращаются люди, выяснять, занимался он чем-то или не занимался, была у него какая-то практика или нет, была, о, ребята, ну, ну, что вам дальше рассказывать? Вот чем все это может заканчиваться. К сожалению, здесь статистику собрать тяжело, но мы тоже сами этого же мнения и слышали действительно о частых смертельных исходах, и это очень печально, вот, но, тем не менее, скажите, пожалуйста, а можно ли вот практику этих осознанных сновидений сравнить с наркозависимостью? Все зависит от индивидуальности. И потом у каждого своя психоэнергофизика, которая нарабатывалась в прошлых вопощениях, и неизвестно, чем он там занимался, какие у него там были проблемы. Если там были такие проблемы, то очень часто занятия такого рода деятельностью в этой жизни могут у него вызвать состояния, подобные тем, которые были в прошлых жизнях, из-за чего он плохо кончил. И так в этой жизни опять может быть слом. Потому что для того, чтобы понять, насколько физичен и явен тот мир, для этого надо там побывать. И для многих тот мир более физичен, более явен и просто изумителен и прекрасен, чем наш. И это понятно. и у многих возникает нежелание возвращаться в наш мир серый, тусклый по сравнению с тем. И это еще одна причина ухода из жизни. Ну вот скажите, вот вы говорите, что там для них этот мир, он реальный для людей, и это их тянет. ну вот у нас же есть жизнь, почему все-таки, ну мне чисто все равно интересно, почему людей так туда манит, почему не как бы налаживать жизнь здесь, что-то делать в реальности, потому что, ну, как люди говорят, там летаю, там нехорошо, потом просыпаюсь, а тут все такое серое, бледное, и не хочу жить. Ну так. Так вот вы все уже и сказали. все заключается в уровне духовного развития человека в нашем мире, в системе ценностей для него, что он считает главным в своей жизни, каковы его ориентиры, его идеалы, и его понимание собственной роли в мироздании и собственного предназначения. Если всего этого нет, то тот мир для него это нирвана, это то, к чему он стремится. Вот и все. Спасибо. А еще, вот знаете, я хотела вас спросить, просто вы вот про сущности там затронули тему, нам много просто прислали опыт люди свой, а еще есть такая вот тема сонный паралич. Вы можете вот по этому поводу что-то сказать, что это происходит и что это за такое? Сонный паралич это такой квази-диагноз, который вынуждена ставить наша медицина, когда она сталкивается с чем-то непонятным и что-то надо умное говорить. Хотя непонятно, что произошло, можно только констатировать следствие. Никакого представления о причинах такого рода у нашей современной медицины нет и быть не может. Потому что с точки зрения современной медицинской доктрины души нет. Правильно? Души нет. Другая тела, мы ее не видим. А зато есть наука психология и психиатрия. То есть души нет, но мы занимаемся психи. То есть мы занимаемся тем, чего нет. Это классика в современной науке вообще. Это не только психология, не только в медицине, не только в психиатрии. Простите, у нас гигантское количество изделий, работающих на электричестве, но современная академическая нобелевская наука до сих пор не имеет точного ответа на вопрос, что такое электрический заряд. Это прям как в Мастере и Маргарите. Чего не тронешься, ничего нет. Вот в каком состоянии вся наша наука. И она должна это признать. Ей пора уже давно задружиться с древними науками, потому что там все ответы есть. И как я уже сказал, применительно к книге «Эзотерика для начинающих», есть и терминология, отработанная в этой области. Дальше. Если говорить серьезно, то причинами этого следствия, которое наша медицина классифицирует как сонный паралич, мог быть самые разные варианты. Я могу как минимум десять их назвать, но это все как раз связано с представлением энергофизики человека. Но тогда это надо понимать. Тогда надо понимать и другое, что бывают случаи спонтанного выхода человека очень далеко, в очень отдаленные сферы астрального мира во сне и иногда начинается то, что называется блуждание. Есть такой термин. И человек там может израсходовать очень много энергии, специфической, тонкой. И у него просто не хватит сил, чтобы вернуться обратно. Или он вернется обратно, но сил будет столько истрачено, что его физическое тело уже не может быть наполнено этой эфирно-витальной энергетикой и начинается паралич. А дальше определенная лавина процессов комплексного поражения. Я пока этим ограничусь. А еще, знаете, вот такой вопрос интересует, но вот многие, которые практикуют эти осознанные сновидения, ну вот я беру обычных людей, которые вот ходят на семинары, изучают эти практики, книги, читают определенные, вот они говорят, что они во сне управляют, ну как бы сами управляют сном, и вот хотелось бы все-таки вот понять, что происходит за процесс, управляют ли они, ну как вы можете вот это вот про... Это вопрос ни о чем, потому что есть очень много техник такого рода, надо говорить совершенно о конкретной технике, вот о такой, или такой, или такой, и в конце концов я могу поговорить и о технике холотропного дыхания, с помощью которого тоже можно вылететь в трубу и что-нибудь там насмотреться и потом решить, что какое счастье, я изменился, и все прекрасно и замечательно, а я очень хорошо знаю, что после этого бывает с некоторыми. Я конкретно разбирался в таких ситуациях, поэтому считаю метод Станислава Грофа опасным, чрезвычайно опасным, которым надо заниматься, если уж действительно необходимо, под строжайшим профессиональным присмотром, но не в том виде, в котором это делается сплошь и рядом. Это дилетантизм. Вот это и есть точно такой же вариант, как прием ЛСД в больших дозах и многих других вариантов. Тут действительно можно вылететь в трубу так, что дальше очень странные будут состояния. И всем этим путешественникам астральным, ночным, сонным и так далее я могу сказать следующее, если меня еще слышно и производят запись. Действительно можно через черный ход попасть в Царство Небесное, но если вас там застукают, лететь обратно придется очень дискомфортно. и можно вернуться с такими шишками и синяками, что будете помнить всю жизнь. Подумайте, надо ли вам это? Ну, то есть вы считаете, что нужно, может, я спрошу, как я поняла, взращивать духовность, духовно развиваться и не Есть масса возможностей бесконфликтного, спокойного, нерискованного духовного восхождения, который объяснен в огромном количестве нормальных, хороших книг. Прочитайте книгу «Две жизни» в конце концов. Это величайшая космическая школа мудрости в каждом обычном дне. Если вы все это воспримете, да вы рванете на 10 голов выше всех, кто там кувыркается в этом низком астрале. Спасибо большое, вы очень хорошо ответили на все наши вопросы, мы все какие вопросы хотели, мы их задали. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Всего доброго, будьте здоровы, всех вам благ, удачи во всем, до свидания. До свидания. Спасибо.